всем привет девчонки сегодня милешка у меня очень поздно проснулась почти в 12 часов в общем и попросила на завтрак оладушки готовлю я оладьи на кефире с яблочками и с корицей в общем думаю будет довольно посмотрите сколько у меня обалденных вкусных и яблочных оладушек получилось аромат конечно от корицы стоит сногсшибательный заварила уже любимый любым чай у меня настаивается и сейчас будет моя красавица завтракать девочки чай конечно обалденный кто во франции живет очень советую он правда не постоянно есть в продаже но это рождественский чаю сейчас как раз сезон так что можете покупать он очень вкусный ну просто и завариваешь когда аромат стоит и по вкусу великолепный очень советую девчонки что хочу сказать что в очередной раз сегодня убедилась в том что мысли материальны все что ты посылаешь во вселенную то чего ты действительно хочешь это свершается я вам сейчас расскажу короче сегодня самого утра я вчера наметила на сегодня думаю как раз там один день остается перед школой перегладить нужно все блузочки миленочки в школу общем все разложить плюс у меня стирки там целая куча и себе нужно погладить и думаю сделаю оборку генеральную совсем на свете все думаю ящички полочки все помою кухню всю вы мою мебель и так далее шторки постирала повесила уже правда и миленка спит думаю то нет ну чтобы не будить пусть отсыпается последние деньги перед школой похоже сделаю потом миленка проснулась сделала оладушки потом она меня попросила заплести косички я начала плести косички мужу сказала ты нам где-то часов до пяти вообще не звони потому что я буду заниматься но если мы с ним знаете как я ли он позвонит и начинаем там то 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 это то пятое десятое ну в общем у нас менее двух часов телефонный разговор ну по ватсапу он не длится в общем длинно мы если говорим то говорим если не говорим то я всегда или он там если заинга ведь там меня там до такого то времени беспокоит ну и что вы думаете уже два часа начала третьего думаю ну надо начинать потому что раз-два потом вечер потом ужин готовить потом спать нужно укладывать купать ребенка думаю ну кто-то бы позвонил бы ну кто-то бы что-то бы как ты вы знаете только я об этом подумала любая мне звонит и говорит что вы делаете игре ничего люба слушай я испекла такой гениальный пирог где-то там она как всегда где-то найдет рецепт что-то своего добавит и у нее получается шедевр наград короче собираетесь приезжайте ну что вы думаете откуда настроение поднялось в общем глазки подкрасила волосы в порядок привела сейчас он вы вызву как вы не вызвали я заказала на полчаса чтобы спокойно одеться обуться собраться в общем сейчас соберу кое-что чтобы но я с пустыми руками в гости никогда не хожу как и люба в принципе и поедем мы есть пирог если любанька даст рецепт то обязательно с вами поделюсь так что девочки если хотите что-то чтобы у вас свершилась обязательно думайте в позитивном ключе и вселенная вам пошлет ну в общем видите возможно сейчас кто-то и посмеется скажет какая-то баба дурная ну честно говоря очень настроение поднялось и не чувствую себя виноватой что уборка то не сделано ведь есть же причина люба пригласила в гости вы только посмотрите какой любашка испекла пирог вот как вот ей удаются такие пироги пушистый какой он воздушный внутри начинка любая здесь фарш до мину мясо морковка она не выдает свой секрет в общем то что я вижу фарш морковка грибы цибулька и сыр да и и вот здесь вот что-то она готовит такое и говорит я не знаю что это будет короче замешивая замешиваю вот это кетчуп любаша сама делала я уже попробовала обалденно вкусный это корейская морковочка ну в общем все что я люблю люба приготовила салат с капустой грибочки и вот такой салат люба не говорит первый раз делала в общем я тут сижу слюнки глотаю я уже правда немножко до паста он спасибо лежа это кетчуп кетчуп а это не знаю что это будет запеканка наверно творожная он вкусный боже тоже так пахты ванилин еще добавляла а чешу а чего на таким вкусно вообще такое тесто вкусное пирожок и он видите по хитрому возле самого вкусного села ого сколько у тебя приправлю покажи что у тебя тут есть и мне смеется так что там еще есть боже мой ничего себе я думала у меня много орегано так что тут ну там перчик барбарис ой для плова как вкусно надо о такая что-то у меня вот такой перчик вот это у меня такое тоже есть орегано у меня давай хвастай хвастай имбиртик у меня обязательно имбирь тоже но я привозил горный перец душистый пахнет как хмели сунели тоже люблю в котлетки добавляешь дальше такое к мясу у меня вот этого такого я не знаю а где ты приправки вот эти берешь потому что я перец паприку очень любит а да тоже есть тоже есть у меня такой западной украины и они там без паприки ничего не готовят ничего не готовят мускатный орешек мускатный тоже я люблю так червоный перчик куркума обязательно да да корица корица такая корица такая есть мельмеленая целый целый и бадьян если что-то такое а что это такое я не знаю что такое бадьян бадьян это этот как он по вкусу хоть сейчас тебе скажу и куда его добавлять анис зирчатый он очень острый его можно в сладких блюда и пахнет как а это как анис да а так ясно это аниса так бадьян на украинском понятно анис у меня есть ну что он острый у нас же вот это марсельский бастис бастис ой близко ты там желатинчик на эти самые так я все представляете пришла до Любы села скажу есть хочу отрежу небольшой кусочек нет это не все я съела сразу говорю я тоненький тоненький отрезала она там еще это самый молодой человек да прошу компот она мне дала компот я начинаю есть пирог она говорит тебе сразу налычи посол смеюсь скажу ну все алкаш пришел в гости что ты там шукаешь какую-нибудь красивенькую вот это девчонки смотрите что мой подружка наготовил это копченое мясо у Любы есть коптильня боже как оно пахнет Люба там еще и картошка там еще и картошка в чугунке у Любани ты подожди ты подожди ну жду я а воно что пахнет ну да это буженина да и чаяк она копченая буженина не совсем буженина потому что ну покажи а вы мариновали его чаяк мариновали потом потом я ее это самое короче вялила потом я ее подвешивала видишь она же у меня как это самое как Олег сказал эти как зомбик замотанный не так оно что во Франции так и продается вот если мяско такое ну вот это самое я его подвешивала потом оно у меня подвешенное висело а затем Андрей так дай попробовать сейчас подожди я его этот самый как говорил Олег не зубия этот как его зубия скажи мне кто не знаю кто паук нет ну как их замахивает эти мумия мумия Олег говорит это мумия ну не совсем чуточку Люба а то я сейчас того того нахватаюсь потом ястыны буду все 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 ой боже это самое ой как пахнет еще к тебе дать черный или беленький нет никакого беленького ммм какая вкуснятина ломаный да все равно даже если отгруженный никто не любит сломанный потому что я сегодня забыла купить черного хлеба боже как вкусно ммм очень вкусно мы вчера попробовали чуть-чуть как боженина но он такой вот легкий копченый вкус вообще класс боже как хорошо что мы до вас сегодня пришли вот это я наемся ешь и потом что он на строгую диету неделю на голоде а потом снова придешь и снова наешься да да ты бы страшно ходить вот и такая соблазнительница с таким столом и то хочется а ну да это у Любы знаете как это совсем ничего ну а что я ничего не готовила на столе место да я ничего не готовила миска того миска того миска того миска того огромный пирог тут на все суммы хваты тазик мясо еще там пирог ты уже поставила что ниже там еще пирог и картошечка ну совсем ничего моя Любаня как всегда Люба спекла вот смотрите какая запеканка вот показываю Люба давай это так вкусно пахнет вообще ну да да подождем подождем пусть остынет и будем чаевничать сегодня мы с Милен наконец-то добрались до моего консультанта и зашли в Эльдорадо представляете чуть совсем выпало из календарных цифер и почему-то мне казалось что в октябре 30 дней в октябре 31 день бонусы нужно было использовать до 1 ноября в общем а я так переживала думаю такая погода жалко все-таки ну 250 гривен тоже деньги кстати сейчас покажу что на эти 250 гривен я отгребла в Эльдорадо ладно показываю то что я забрала у консультанта девочки второй раз заказываю вот эту вот пену для ванной она во-первых обладает невероятно классным ароматом кожа после принятия ванной не сохнет и сам аромат остается на коже очень длительное время затем взяла вот такую термозащиту брала первый раз поэтому сказать хорошая или нет пока не могу но начну пользоваться обязательно расскажу и для тех кто любит аромат от диор жадор девочки вот этот вот крем гель для душа несмотря что на то что здесь нарисованы ландыши он имеет аналогичный аромат водка я покупала я люблю очень жадор и покупала тоже парфюмированный гель для душа так вот этот вот от эймон он абсолютно идентичный по вот этой вот композиции как и гель от диор так что если кто не в курсе рекомендую так ну пойдемте покажу то что я сегодня забрала на свои бонусы в эльдорадо и вуаля вот теперь я на год я думаю не меньше обеспечена стиральным порошком я очень люблю эту марку на прекрасно сохраняет цвет прекрасно все отстирывает 9 килограмм стирального счастья так что вот такие вот мы молодцы все сегодня успели и в гости сходили и по магазинам ну в общем сейчас будем пить чай души и спать вот она моя маленькая лапочка на скоро можно будет уже кошачий канал открывать ася у меня в каждом видео любит сниматься какая-то моя хорошая девчонки спрашиваете какая порода в моей кошки и где ее покупала порода называется скоттишь страйт она отличается тем что вот у обычных шотландских они есть вислоухие и есть вот такие с прямыми ушками и когда их скрещивают в общем вислоухой светлой с вислоухой скрещивать нельзя как мне сказала женщина которая продавала котенка оскому чудо отвернулась окрас у нас голубой аськи четыре месяца вчера было да мы уже взрослеем толстеем красивее и покупала как я ее нашла я ни в каком ни питомнике нигде короче нашла по объявлениям на ойлыкс и и мне ее привезли плема домой шерстка у них такая бархатная и по характеру эти кошки вот она настолько классная вот настолько она нот поиграет побегает сядет на вот эту свою когтеточку и сидит себе спокойно покушает в туалет на место ни разу нигде не наделала в туалет на место ходит да кстати хочу сказать отдельное спасибо моей подписчице или просто зрительнице которая мне дала совет как отучить кота прыгать на стол что нужно в тарелочку поставить монетки или мисочку как с монетками и когда кошечка прыгнет чтобы они все упали и напугали ну в общем попробую я сделаю и посмотрим но не люблю я когда коты все таки кошка она лапками по полу ходит хоть пол убираешь моешь чистишь но тем не менее да тем не менее ну и то там зубы еще не выпадают у нас ой мурчит слышите ой ты моя ты лапочка так что вот такая вот у нас красавица ой ты моя сладкая ой ты моя хорошая ой ты девочка умничка ты наша умничка ну я отсюда в общем девчонки к моей любаньке ходить в гости нельзя или если идешь то хотя бы до дня три наверное нужно вообще ничего не есть она готовить мало не умеет и из тех хозяек которые знаете как но не то что заставляют там гостей есть но она всегда там ну что тебе не нравится возьми еще кусочек что невкусно дан не берешь потому что невкусно и вот так вот того чуть-чуть попробовал того чуть-чуть попробовал и в общем принесла я домой грибочков как раз андрей приехал с леса и но немного будет такая погода дождь говорит я там там походил но сухо было дождей не было и как бы опята только появляются ничего и мне даже немножко перепала общем завтра наверное сделаю или стушу с капустой опята в общем посмотрю что нибудь придумаю общем девочки записалась я подтвердили мне сегодня запись на вторник буду стричься и буду краситься читала я советы ваши относительно ламинирование всего прочего девочки вот это вот во первых я его не стригла но очень долго и вот это еще вот этот белый белый цвет помните у меня был перевод когда я вообще такой блонд был светлый пшеничный и вот это вот у на трос вот все что осталось в общем они ну посмотрите они тонкие в общем хочешь не хочешь их придется отстричь конечно я попрошу чтобы оставили как можно больше и в общем решила я что буду рыжая сделаю вот такой вот ну не тициан конечно не там как ноют это красятся что рыжий цвет но что-то вот что-то вот наверное вот такой вот блондин вот такой но немножко более рыженький посмотрела я оттенки но но знаете как на палитре одно потому что они что на искусственных но вот этих синтетических волосах то показывают красят показывают свои волосы у каждого свой пигмент как вот мне мастер объяснила и говорит возможно будет или оранжевого больше оттенка или желтого оттенка но девочки пепельные однозначно нет светлый блонд как платиновый блонд однозначно нет потому что нужно выбеливать да вот это когда мне милирование было такие вот ярко белые пряди и потом меня тонировали под такой пепельный блонд и такой темный графит был там три милирования тремя цветами было и в общем темные это оттенки смылись и осталось вот это вот пережженное поскольку же я очень долго вообще кончики же не стригла и они у меня но не очень хорошем состоянии плюс она мне еще сказала что сделает полировку как-то вот скручиваются волосы как она мне объяснила и потом вот так вот ножничками вот это все что торчит и вот это вот снимается чтобы вот эти посеченные ну как бы она гладкие будут волосы не знаю что получится но сказала я тоже она говорит там стрижка мы из-за вот этой полировки где-то гривен на 50 всего будет дороже но как бы будет вид более лучше но там уже посмотрю я уже по интернету нашла есть у нас салоны кажется хелена club или хелена бьюти не помню и вот там делаются различные процедуры там ну чтобы волосы там различные маски что ну короче они там лечением волос занимается специальный шампунь какой-то продают ну шампунь я покупать не буду я нашла уже тот который мне подходит но она какие-то процедуры может быть и похожу как процедуру там что они сделают обертывание какие-то потому что волосы все-таки волосы это волосы после окраски в любом случае нужен какой-то уход так что я во вторник предстану совсем в другом образе даже не знаю но стрижку кардинально менять не буду ни каскадов не коры не каких-то там не знаю чего что сейчас модно не знаю я хочу просто как бы немного сравнять потому что как я уже сказала что здесь объема больше да девочки мне спрашивали как я поднимаю от корней вообще не поднимаю вообще накручиваю и вот так вот вынимаю вот накрутила беру вот так вот где на на челке покажу это же меня челка уже таком смотрите какая отросла и беру вот так вот накручиваю на ну что показать на плойку и потом вот плойку вынимаю и вот так вот локом остается и потом вот так вот я их распределяю руками как только они теплыми перестали остыли волосы и потом расчесала и пошла сейчас прическа конечно было лучше ну сейчас какая прическа я сижу перевариваю все что наела люка еще надо мной посмехается говорит ой я там смотрела у тебя марафончик намечается я говорю да намечается он говорит у тебя же есть загрузочный день так что давай нами на и так что я сегодня так намяла пришли домой у любви выпила чашку кофе она мне в турке такой классный кофе сварила и пришла домой я из франции привезла такие пакетики специальный сбор трав для улучшения пищеварения в общем выпила я уже этот пакетик ну чашку чая большую сделала все равно сижу перележу сижу я лежу на сегодня мурчит рядышком куда мама туда и оси маленькая моя моя ты хорошая так что вот так девчонки ладно мои хорошие пойду я смою макияж линзы правда так я и не купила нужно будет понедельник милешу отвезу в школу и нужно будет в люксок в люкс оптику зайти капельки куплю для увлажнения и два набора линз куплю не знаю почем они я последний раз мне так попалась попала как раз я под акцию они знаете эту присылают в sms тому приходите там короче там скидки или там одну покупаешь 1 бесплатно и это было у меня один раз такая акция вторая была покупаешь на 30 дней и 10 линз идет ну как бы в подарок так что не знаю есть сейчас такая акция нет такой акции в общем есть нету покупать надо все девчонки пойду я умываться смывать косметику и маленькие все целую обнимаю всем спокойной ночи